Всем привет! Сегодня с вами будем сравнивать в видео два тональных крема из коллекции Марии Вэй. Это Feel Fresh и оттенок тонального крема Blur 6129. Мне показалось, что они примерно одинаковые. Я вам обещала, что мы нанесем два тональных крема для сравнения на две части лица. И мне показалось, что они примерно одинаковые цветы, тем более, что Feel Fresh подстраивается. Посмотрим, подстроится он под Blur. Или не подстроится. Я уже нанесла на руку посмотреть, насколько они одинаковые или разные. И вот посмотрите. Сейчас я вам скажу. Вот этот оттенок. Это Blur 6129. Вот это Feel Fresh. Он немножко начинает темнеть почему-то на руке, а на лице такого, кстати, не происходит. Я сейчас его еще раз разнесу. Посмотрите, вот он такого оттенка. А вот это я разношу Blur. Примерно одинаковый. Единственное, что Feel Fresh немножко потеплее. Какой-то он более ближе к цвету загара. И мы сейчас на лицо будем наносить именно на одну щеку. Один тональный, на другую, другой. Дальше. Ресницы я покрашу тушью Maxi Style от Faberlic. Я когда-то очень давно, когда она вышла, полюбила эту тушь. Но потом у нас начали одна за другой тушью выходить. И никогда к ней не возвращалась больше. А тут мне стало интересно вспомнить та, не та тушь. Ну, вообще, да, сравнить с теми, которые мне нравятся сейчас. И, конечно, я уже ей неделю покрасила. И у меня сложилось определенное впечатление о ней. Но это будет попозже, когда будем красить ресницы. И также покажу вам новый оттенок помады. Я купила модельер цвета. У меня до этого она была только в пробниках. Я решила заказать полноценную. Тоже покажу вам этот оттенок. Ну, сейчас уже лицо подготовлено. Что я нанесла? Во-первых, я нанесла крем-платинум. Небольшое количество крема-платинум я разбавила вот такой вот сывороткой от Clorans. Энергетические взрывы я бы перевела это наименование. В общем, вот в этом сочетании работает замечательно. Не нужно никакую сыворотку наносить. Потому что вот этот компонент, он делает текстуру крема легче, разносится лучше. Дальше под глазами у меня Аквасмарт. И на шее у меня Реноваж. На губы я нанесла вот этот бальзам Фаберлик. Сейчас у меня уже немножко впитался. Вот, в принципе, все, что у меня на лице. Так, я немножко уже подвела брови и закрасила синякин для того, чтобы сократить время видео. Наносить тональный крем мы будем кистью от Фаберлик для тональной основы. Ну, и с какого? Начнем. Первое, что попадается мне, это блер. Еще раз повторю, оттенок 6129. По-моему, он у нас называется естественный бежевый. И наносить я буду... Давайте начнем со щеки. Слишком много я нанесла. Ну, и лоб напополам поделим. И будем наносить. Не люблю наносить, глядя в камеру. Ничего не вижу, поэтому взяла зеркало. Распределяется хорошо тональный крем. Мне вообще нравится этот блер. Прям очень-очень. У него достаточно легкий аромат. Напоминает мне оранжи... Из серии оранжерии аромат орхидея. Прям, мне кажется, отдушка одна и та же. По сравнению с тональным кремом блер, который я использую сейчас, 6119, оттенок более спокойный, не такой светлый, не фарфоровый. И вот я сейчас наслаиваю самые проблематичные места, где у меня пост-окне, пигментация. В общем, все-все проблемки мы сейчас наслоим и закрасим. Очень хорошо ложится. Посмотрите, такой немножко блестящий у него финиш. На веки я наносить не буду. Здесь у меня уже все корректировано. Ну и вот так, посмотрите, очень быстро я нанесла. Видно, да, где есть тональный, где нет. Сейчас беру фил фреш. Он у нас без оттенка. У нас фил фреш идет универсальный оттенок, который подстраивается под тон кожи. Первоначально мне показалось, что он темноват для лица и больше подходит для лета. На самом деле я и планирую его наносить летом, поскольку там есть SPF 15. Не очень большой, но в принципе достаточно для того, чтобы выходить на улицу. И пока, пока вот я вижу на лбу блер выглядит немножко, как будто бы даже темнее. Хотя на руке казалось, что темнее именно вот этот фил фреш, который я сейчас наношу. Я вообще очень скептически всегда отношусь к универсальным оттенкам. Особенно к ним скептически относилась, когда переходила с люксовой косметики. Я пользовалась тогда тональным кремом Clorans. И кто когда-либо пробовал выбрать в линейке Clorans тональный крем, тот знает, что там. Их просто неимоверное множество оттенков. И когда я в последний раз выбирала, я, наверное, час провела в магазине, потому что я не могла определиться. Там какие-то полутона, такой-сякой полутонный, я столько времени потеряла. Я думаю, я в каталоге вот вижу три оттенка, примерно выбрала, какой мне нравится. И получила, и почему-то подходит. Почему-то там вот я выбирала целый час. Девчонки, в результате ведь не подошел мне оттенок. В общем, не знаю, как так, что за чудеса такие. И вот здесь тоже я по второму разу пройдусь, потому что здесь есть у меня пигментация, которая просвечивает вообще. Я бы эти, честно, вот эти два крема для меня очень схожи. Единственное, у них отличается аромат. У Feel Fresh мне не очень нравится аромат. Он то ли с кокосом, то ли с чем. Я вообще не люблю аромат кокоса в продуктах. Вот аромат шоколада и кокоса не люблю. Поэтому для меня он немножко навязчивый. Я его даже чувствовала, потом еще, наверное, через час чувствовала, а потом перестала. То есть он достаточно продолжительное время, еще задерживается аромат на коже. Но если вам нравятся вот такие сладенькие ароматы, ванили, кокоса, то вы абсолютно без напряга будете пользоваться этим тональным кремом. Ну а так вот, посмотрите. Я не знаю, видно вам или нет, но мне кажется, что особой разницы нет. Они выглядят примерно одинаково. Может быть, блер чуть больше поблескивает. Хотя, хотя, мне кажется, что я как будто одним тональным нанесла. Накрасила все лицо, потому что результат, ну, примерно одинаковый. Поры скрыты тоже примерно одинаково. Давайте поближе вам еще вот так покажу. Напоминаю, здесь блер, здесь feel fresh. Не знаю, как вам сейчас, какого ракурса показать. Ну, надеюсь, вы поняли, что примерно, ну, примерно одинаково. Хотя на руке, давайте я вам покажу, что у меня происходит на руке. И у меня на лице такого не происходит. Ну, хотя, посмотрите, примерно, примерно одинаковые оттенки. Поэтому, если вам не достался какой-то из этих кремов, вы знаете, чем его заменить. Ну, а сейчас я быстренько подкрашу глаза, припудрюсь и будем красить с вами ресницы. Ну, вот я буквально чуть-чуть припудрилась. Пудра у меня Stay Matte от Rimmel, оттенок 003. Следующий, неизменный мой хайлайтер, которым я буквально чуть-чуть подсветила, вот здесь скулы. 0,10 оттенок, но он только такой оттенок и есть. Дальше, румяна у меня Faberlic, таких уже нет, поэтому хочу на них останавливаться. Ну, и слегка-слегка подвела глаза тенями 56-18, сапфировые оттенки. И я сегодня использовала на подводку вот этот оттенок, второй после темного. И вот этот светлый оттенок, немножко уголки глаз выделила. И слегка-слегка все веко этими тенями прошлась. Дальше хочу сказать вам брови. Я сегодня попробовала зафиксировать, купила по вашей рекомендации Artvisage Fix & Care гель для ресниц и бровей. Вот такой прозрачный, здесь 4 мл. И купила его всего лишь за 83 что ли рубля. В общем, очень недорогой, ничем не пахнет, но сегодня использую его первый день. Поэтому не могу вам сказать, хороший он или плох он по сравнению с нашим бесцветным гелем. Но посмотрим. Я думаю, что в косметичке апреля я уже попользуюсь им достаточно продолжительное время. И смогу сравнить с нашим гелем для бровей. Наш, как помните, я жаловалась, да, что если пудра попадает, все сразу же налипает, все это видно. Выглядит как, извините за сравнение, засохшие козявки. Вот, посмотрим, как этот будет себя вести. Наш, кстати, тоже стал вот так себя капризно вести, не сразу. Поэтому с первого применения никаких выводов делать не могу. Ну и давайте теперь будем красить ресницы. Оттенок туши у меня 55-75 артикул Maxi Style. 13 мл здесь во флаконе. Силиконовая толстая кисть. И я сразу скажу, ее нужно немножко об горлышко обтереть, потому что на ней, несмотря на наличие фиксатора, выходят небольшие комочки. Я, честно говоря, уже отвыкла от этой кисточки. И первые два дня для меня были просто мучения красить этой тушью. Плюс ко всему, у меня сейчас правый глаз, очень-очень капризные ресницы на нем. Я не понимаю, в чем дело. Но они в разные стороны. Я не могу их разложить. Вот они прям какими-то пучками в разные стороны. Вот почему-то на левом глазу такой проблемы нет. И я любой тушью крашу, мучаюсь именно с правым глазом. А с левым все нормально. Наслаивать эту тушь нужно, пока она засохла не до конца. Потому что она засыхает. И если на засохшую наносить второй слой, то начинает облетать первый слой. Немного она набирается на кисть. Я второй раз обмакиваю и продолжаю распределять. Вот эти комочки, которые я не стряхнула, они переносятся на ресницы. И видите, я пытаюсь их распределить по ним, да, как-то убрать, чтобы было прилично. Тушь достаточно хорошего черного цвета. Но все-таки не как пушап. Пушап намного чернее. Что еще про нее сказать? Почему-то мне после пушап и после оранжевой туши эта кисточка не такая удобная. Хотя приспособится, я приспосабливаюсь практически к любой кисточке. Вот они немножко что-то спутываются. Сейчас я их попробую выровнять. Вот здесь вот сбоку вообще непонятно, что с ресницами. Они какие-то слишком загнутые сами по себе, какие-то палками торчат. В общем, что-то у меня на правом глазу какая-то беда происходит. А так ресницы, да, посмотрите, они тоже черные. Прям сразу видно, они черные такие, хорошие, длинные. Вот на два слоя получается я нанесла, больше не буду. Ну и немножко прокрасим низ. Вот здесь тоже надо быть очень аккуратным, потому что вот эти комочки с нижних ресниц снимаются гораздо хуже. Смывается эта тушь замечательно. Просто прекрасно смывается. Эффект панды минимальный, очень минимальный, но просто едва заметный. Вот, посмотрите, какими ошметками даже выходит. Левый глаз, позвольте, я тогда накрашу за камерой. Ну вот я накрасила левый глаз. С ним все гораздо лучше. Ресницы, посмотрите, накрасились очень длинными, черненькими. В принципе, мне она по-прежнему нравится. Единственное, что вот эти комочки, да, они создают определенное затруднение при нанесении. Ну, не страшно тоже там, да, знаете, за 100 с чем-то рублей тушь купишь. Это вообще никаких минусов у нее. Это не минус, я вот это хотела сказать. Дальше, что я буду вам демонстрировать, это я купила помаду Моделир Цвета оттенок 44106. Тоже по вашему совету. Это очень пигментированная помада. И я ей уже красила один раз. Вот так она выглядит, такой нейтральный какой-то бежево-коричневый оттенок. По-моему, он называется карамельный у нас в каталоге. И я посмотрела на него, чью-то рекомендацию из вас, девчонки, прочитала. И решила попробовать. Все-таки 110 рублей это не та цена, из-за которой не стоит пробовать помаду. Поэтому я заказала. И мои первые впечатления от нанесения, когда я нанесла. У меня было ощущение, что я нанесла пластилин на губы. Настолько плотно она ложится, пигментированная. Я поняла, что, наверное, нужно ее наносить более тонким слоем. Ну и я решила не расстраиваться из-за этого ощущения. Потому что у меня уже были такие ощущения и с тональными кремами, и с обычными кремами уходовыми. Нужно подождать. Я подождала минут 5. И просто это ощущение куда-то пропало. И мне стало очень комфортно. Я даже перестала чувствовать помаду на губах. Я думаю, что это были ощущения просто от нового продукта. И посмотрим, что будет сейчас. Я буду наносить без карандаша. У меня на губах просто бальзам для губ, который уже практически полностью впитался. И тональный крем уже попал на губы. Поэтому вот в таком состоянии губы будем сейчас экспериментировать. В один слой сразу же полностью перекрывает цвет губ. Есть небольшой аромат приятный такой, сладенький. Ну все, я много наслаивать не стану. Вот так этот оттенок выглядит на губах. Как-то я промазала немножко. Вот так выглядит на губах. И не знаю, конечно, буду я его носить. Мне он не очень нравится из-за того, что в нем есть какая-то рыжинка в оттенке. Но мне кажется, неплохо. Если с подобающей одеждой надеть эту помаду, то будет очень неплохо. Сегодня я уже вот эту пластилину не чувствую. Во-первых, я нанесла ни в два, ни в три слоя, как в первый самый раз. Помада очень плотная. Помада, посмотрите, практически никакого блеска не имеет. Но она неустойчивая. Она не относится к устойчивым. Но очень-очень даже мне понравилась. По качеству. Я знаю, что очень многие девчонки довольны этой серией. Я почему ее не покупала? Потому что те пробники, которые у меня до этого были этой помадой, они все были слишком яркие. Я покупала розовые оттенки, персиковые оттенки. И из-за вот этой вот большой плотности помады они выглядят, ну, очень вызывающими, очень такими кричащими, яркими. Поэтому я в этой серии решила, что ничего покупать не буду. Но вот этот оттенок очень неплохой. Он такой прям нейтральный. И очень даже носибельный. И, ну, я, скорее всего, буду им красить. Ну, с определенной одеждой, естественно, и под определенное настроение. Ну, вот и все. Надеюсь, что мое видео было вам полезным. Кстати, да, вы, может быть, спросите, что у меня на ногтях. Это лаки от Марии Вэй. Парные лаки, которые у нас последние вышли в ее коллекции. Где есть матовый лак и лак с блестками. Я сначала купила с блестками. Теперь мне пришли вот эти матовые. И я нанесла в два слоя. Сначала матовый. Да, даже не в два. Нанесла матовые в три, наверное, слоя. Сверху слой блесток. Сохнут очень быстро. В принципе, мне очень-очень понравились. И вот эти вот беленькие у меня на вот этом ногте. Ну, все. Большое спасибо, что посмотрели очередной раз мое видео. С вами была Марина Соловьев. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.